Полиция в Москве не разрешила депутат Госсовета Кызылы Роману Томуеву развернуть флаг республики Тува на Красной площади. Очень забавная история, да, то есть флаг Тувы это с желтым с синим, и когда они увидели, что он разворачивает флаг украинских цветов, конечно, они очень сильно возмутились, начали его там вязать и прочее, прочее. То есть флаг Тувы теперь вне закона, его нельзя разворачивать нигде. И вот до чего дошло. Бронепробег. Дорога мужества стартует 8 июля в Москве. Представляете, бронепробег, бля, это вообще жесть какая-то. Это, оказывается, причем не первый год. На каких-то броневиках катаются по Москве с флагами, бля. Ну тут я не знаю, откуда они взяли броневики, вроде все совершенно и в Украине. Интересно, вот Андрей 74 раскопал такие сведения, помните, 8-летний Алеша, который на площади там, то есть который провожал военных на войну, да, 8-летний Алеша. Вот, и он провожал. А потом выяснили, что родители получили грин-карту, так это или нет, я не знаю. Но самое смешное, что фамилия, ну не смешная, а грустная. Алеша, как выяснил Андрей, Павлюченко. Алеша Павлюченко, который российских вот этих армейцев провожал на войну в Украину. А за Украину погиб, вот пишет на украинских сайтах, военнослужащий Ивано-Франковской области Роман Кузьмин. Да, парадоксальная ситуация. Роман Кузьмин, которым был 36 лет, погиб за Украину, а в это время в Бердске хоронит полковника Егора Мелешко, который командовал танковым батальоном и убивал украинцев. Да, все смешалось в доме Облонских. И когда говорят еще раз, что русские воюют с украинцами, это так, да. Но только русские и на той, и на другой стороне, и украинцы и на той, и на другой стороне. Украина воюет с путинцами, вот это надо знать. Такое опубликовано в Дагестане, да, в Дагестане или где? Нет, да. На Украине погиб единственный сын четырех сестер. Бля. Единственный сын четырех сестер. То есть, вообще уже маразм полнейший, да. То есть, креатива нет никакого, один только маразм. С железной дороги в Челябинской области украли два остановочных комплекса на металлолом, естественно. Я думаю, что вот те операции, которые мы проводим, да, то есть, и в том числе Примус, да, они никто в сравнении с гражданами, которые все просто расхищают, тащат в приемку металлолома. Сейчас они все сдадут, блядь, и танки, и БТР, и, блядь, и самолеты, все, чего хочешь. Сейчас будет полный атас, конечно. Россия не застрял в диване и не смог выбраться сам. О, как бывает в фермском крае, застрял в диване. Из фермской колонии сбежал особо опасный заключенный. Это парадокс, да, один, блядь, из дивана вылезти не может, да, а другой, а другой из колонии особо опасный заключенный свалил. Удивительно. Такая вот жизнь. Редактор субтитров А.Семкин